Добрый вечер! В эфире итоговые новости. В студии работает Сама Цикенов, сурдоперевод Джандос Адилова. И сегодня в выпуске вы увидите. Отопительный сезон продолжается. Это связано с понижением температуры. Подать заявку в первый класс теперь можно с помощью электронно-цифровой подписи, прямо не выходя из дома, посредством портала vkoddo.kiz. В Семей ведется активное развитие внутреннего туризма. Сейчас разрабатываются туристические маршруты по историческим и сакральным местам нашего региона. Открывают выпуск новости республики. Вскоре появится возможность из любой точки мира подать иск в суд Международного финансового центра Астана и Международный арбитражный центр в электронном виде. Об этом сообщил управляющий Международным финансовым центром Кайрат Килимбетов. Глава центра, который был на приеме в Аккорде, отчитался президенту о работе в сфере развития финансового рынка, торговли и инвестиционного сотрудничества. Харат Килимбетов отметил, что сейчас финансовый центр Казахстана поднялся на 51 место из более чем 100 организаций в глобальном индексе GFCI. Глава государства Касымжомар Токаев подчеркнул, что создание Международного финансового центра – это часть плана нации «100 конкретных шагов» и дал ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию и продвижению работы центра. За три месяца текущего года ВВП Казахстана вырос на 3,8%. Об этом сегодня на правительственном части сказал премьер-министр Оскар Мамин. Глава правительства поручил активизировать работу по инвестициям в основной капитал. Он также сделал замечания региональным руководителям, у которых низкие показатели. Сегодня были проанализированы макроэкономические показатели первого квартала. Показатели довольно хорошие. Воловой внутренний продукт вырос почти на 4%. По основным ключевым показателям лидируют Восточно-Казахстанская, Атырауская, Костанайская, Паводарская и Казалардинская области. А в Акмолинской области и в столице наблюдается снижение темпов строительства и привлечения инвестиций. Строительство, торговля, горнодобывающая отрасль. По прогнозам международных экспертов и институтов развития, темпы роста мировой экономики снизятся с 3,6% в 2018 году до 3,3% в текущем году. В таких условиях обеспечение инклюзивного и качественного развития экономики – важнейшая задача. Развитие любой экономики напрямую связано с реальными инвестициями. Центральные и местные государственные органы должны активизировать работу в этом направлении. В прошлом году объем экспорта составил 68,3 миллиардов долларов. Это на 24% больше, чем в 2017 году. На это повлиял рост цен на нефть. Основными потребителями казахстанских обработанных товаров являются Китай, Россия, Нидерланды, Узбекистан, Великобритания, Турция, Япония, Кыргызстан, Объединенные Арабские Эмираты и Афганистан. Совокупно на данные страны приходится 75% экспорта казахстанских обработанных товаров 2018 года. В 2018 году объем несырьевого экспорта Казахстана составил 15,7 миллиардов долларов. На сегодня Казахстан экспортирует 800 товаров в 120 стран. Цены на черное золото сейчас колеблются каждый день. Это особенно важный вопрос для нашей страны, основной доход которой поступает от нефти. Глава правительства поручил реализовать новые механизмы по наращиванию производства. Отечественные и зарубежные эксперты поддерживают предстоящие внеочередные выборы президента. Это очень важный шаг в период, когда в мире происходят перемены. Народу нужен президент, который продолжит реформы и доведет их до цели. Это, во-первых, обеспечит политическую и социальную стабильность в стране, а во-вторых, устойчивость во внешней и внутренней политике, говорят семичане. Всем уже известно, что 9 июня состоятся президентские выборы. Они являются определителем нашего будущего. Поэтому принять в них участие необходимо всем. Это наша обязанность, так как мы являемся гражданами Республики Казахстан. К новостям региона. В преддверии завершения отопительного сезона можно сказать, что он прошел в штатном режиме, без каких-либо серьезных ситуаций. Вместе с тем, есть ряд вопросов, решение которых позволит улучшить телпоснабжение горожан. В ходе отопительного периода теплоисточники города работали согласно установленному графику и действующему температурному режиму. В сильные морозы, несмотря на прорывы и отказ вспомогательного оборудования, котельные старались обеспечивать стабильное теплоснабжение потребителей. Вместе с тем, учитывая обращения жителей ЦИМ-поселка, Центра, а также поселка Восточный, руководство Теплокоммунэнерго летом текущего года намерено провести ремонтные работы в котельных, отвечающих за теплоснабжение этих районов. На сегодняшний день отопительный сезон продолжается. Это связано с ожидаемым похолоданием в ближайшие дни. Как только установится теплая погода с плюсовой температурой воздуха в ночное время, теплоснабжение будет остановлено. По словам заместителя Акима города Николая Ушакова, с остановкой подачи тепла горячее теплоснабжение не прекратится. На сегодняшний день отопительный сезон у нас с вами не завершился. Мы прекрасно понимаем, что в ближайших 2-3 дня ожидаются минусовые температуры в ночное время с понижением от минус 5 до минус 7. Поэтому на сегодняшний день отопительный сезон у нас еще продолжается. Также в летний период мы будем обеспечивать централизованную подачу горячего водоснабжения для жителей города семей, которые подключены к централизованному горячему водоснабжению. Продолжаем выпуск. С 1 января текущего года родители детей, поступающих в первый класс, могут подать заявку в учреждение образования с помощью интернета и электронно-цифровой подписи, прямо не выходя из дома. Также, согласно действующим нормам, они могут самостоятельно, по своему желанию, выбрать школу, в которой будет учиться их ребенок, вне зависимости от места жительства. Об этом и многом другом шла речь во время обучающего семинара с участием директоров школ и ответственных лиц городских учебных заведений и разработчиков портала vkoddo.kizet. 1 июня текущего года родители детей, поступающих в первый класс, общеобразовательных учреждений, могут оформить соответствующую заявку, прямо не выходя из дома. Для этого им необходимо, имея на руках электронную цифровую подпись, зайти на специально созданный сайт vkoddo.kizet. В ходе обучающего семинара разработчики интернет-ресурса разъяснили представителям школ, что на данном сайте есть все необходимые инструкции, следуя которым родители получат возможность сэкономить свое время. 1 июня, под 6 августа, будет проходить автоматизированный вариант, то есть через интернет. Родители могут подавать дома, не выходя, с помощью ОЦП, соответственно, сканированные варианты документов разные, которые необходимы, которые указаны, соответственно, в данном портале, и будет подавать заявку на первый класс. Соответственно, далее уже в течение пяти рабочих дней школа примет решение, ответит родителям. Там программа реализована по всей области, не только по той семье, а по всей области. Еще одним нововведением является прием детей в первый класс с 6 лет. При этом в школу принимаются и те дети, которым 6 лет исполнится в течение года. То есть, если ребенку исполняется 6 лет в октябре, ноябре или декабре, то его родители могут подавать заявку в общеобразовательное учреждение, которое обязано будет принять все соответствующие документы. Главное, родители не должны затягивать с оформлением, ведь нужно успеть сделать это до 30 августа. Я хочу обратиться к тем родителям, которые у нас не спешат. Школы бывают переполнены, мы просим школы, чтобы они приняли этого ребенка, но в этом году такого не может быть, потому что школа подает заявку, например, на 90 детей. Если эта база будет уже сформирована, если они набрали 90 детей, они уже не могут принять других детей. Поэтому убедительная просьба родителей, чтобы они обращались в школу, чтобы они изучали этот сайт. В сайте есть инструкция для родителей, там есть пошагово все разъяснено, как они могут получить эту услугу. Во время семинара специалисты отдела образования отметили, что действующие ранее нормы о приеме в школу детей только с микроучастка, который обслуживается данным учебным заведением, отменяются. Теперь родители имеют право выбирать ту или иную школу по своему желанию. Вы знаете, обычно раньше школы всегда обеспечивали свой микроучасток, но в этом году родители имеют право не только по микроучастку, но и в любую желаемую школу. Поэтому я убедительно прошу родителей, которые не спешат, чтобы они поспешили, потому что школа по микроучастку, они могут не попасть, как я уже сказала. Были вопросы у родителей, да, были вопросы, когда они хотят в одну школу, их не принимают, потому что это не их микроучасток. А в этом году, я думаю, эта проблема решена. Надо сказать, что прием документов в первый класс осуществляется на альтернативной основе, то есть как в электронном виде, так и на бумажном носителе. Те родители, которые по разным причинам не пользуются интернетом, или у них отсутствует электронно-цифровая подпись, то они могут обратиться в школу, и руководство учреждения обязано помочь им в оформлении документов. Не секрет, что раньше директора школ могли самостоятельно решать, кого принимать, а кого не принимать в учебное заведение. Это вызывало массу вопросов и критику со стороны родителей. Начиная с этого года, все будет в руках самих родителей, потому что от того, насколько они оперативно сдадут документы, зависит будущее их детей. Сама Цикенов, Ярнур Калелов, Телеканал Семей. К другим темам. В Семее ведется активное развитие внутреннего туризма. Сейчас разрабатываются туристические маршруты по историческим и сакральным местам нашего региона. Интерес проявляют как казахстанцы, так и зарубежные туристы. Напомним, уже создан туристический бренд и логотип города Семей. На сегодняшний день туризм является одним из приоритетных направлений в сфере развития отечественной экономики. Город Семей славится такими известными личностями, как Абай Кунабаев, Мухтар Ауэзов и Шакарин Кудайбердиев. Именно поэтому в нашем городе сейчас ведется активное развитие внутреннего туризма. Действительно, Семей может гордиться своей богатой историей, архитектурными зданиями и сакральными местами. По программе первого президента Рухани Жангру реализуется ряд проектов, направленных на развитие внутреннего туризма. В рамках программы были разработаны туры для школьников «Литературный Восток», «Туганжер» и «Познай свою страну». «Познакомились со всеми историческими местами, памятником архитектуры и культуры XVIII века, Ель-Никебек, Мавзолеем, Абай-Шакарим и другими местами. Это очень вызвало у них большое впечатление, они были очень довольны. Хотя немножко, конечно, как и все дети, уставали, но это было очень интересно и оставило большой, неизгладимый след у них». В ближайшем будущем ставится задача разработать план развития туризма в регионе, так как это отрасль, которая затрагивает сегодня все сферы и каждого гражданина, проживающего в городе. Цель – адаптировать весь город к туристам. Это касается благоустройства города, создания путеводителей, начиная с аэропорта семьи и железнодорожных, и автовокзалов. К сожалению, как отмечают работники музея, в данном направлении существуют небольшие проблемы. «У нас в городе местным туризмом занимаются непосредственно четыре турфирмы. Со всеми этими организациями мы тесно связаны. И, конечно же, есть проблемы в этом плане. Первая проблема – это нехватка именно туристической инфраструктуры. Это пункты питания по дороге. Например, в тот же ЖДБА человек, если хочет поехать, нет выбора, где можно было бы остановиться и покушать. Но есть, конечно же, надежда, что это все нормализуется, и наши предприниматели все-таки обратят внимание на эту проблему. И в этом плане будет какой-то сдвиг, перспектива». Еще одна проблема – нехватка гидов и экскурсоводов. Причина – в маленькой заработной плате. Также остро стоит вопрос обеспечения транспортом больших туристических групп. Но так как внутренний туризм только начал развиваться, в ближайшее время и эти вопросы будут решены, говорят, в секторе по развитию внутреннего туризма, который, напомним, был создан недавно. «Сейчас идет нехватка транспортного средства. То есть мы над этим работаем, потому что город пока не в состоянии вместить большое количество людей. То есть сейчас, конечно, проводятся работы. На сегодняшний день запланирован ряд мероприятий, которые будут посвящены развитию внутреннего туризма. Уже сделан логотип города, уже забрендировали город. То есть рабочая группа уже одобрила данный логотип. Сейчас идет разработка культурной столицы и кластера, туристического кластера и культурной столицы региона». Конкурс на выбор туристического логотипа нашего города проводился на республиканском уровне. По его итогам была выбрана работа молодого дизайнера Адельбека Кайсенова. Кроме того, сейчас разрабатываются маршруты, чтобы туристы беспрепятственно могли добираться до достопримечательностей города, исторических мест, архитектурных памятников. Тем более, что в Семии сегодня есть все условия для развития внутреннего туризма. Это в первую очередь географическое расположение и наша богатая история. К тому же сами семичане проявляют большой интерес к данной сфере. «Сейчас, на данный момент, мне кажется, население начало очень интересоваться тем, где оно, что оно. И очень много интереса проявляется. Раньше у нас были в основном школьные туры, скажем, да, это тоже ознакомительно, в рамках образования, культуры, а на данный момент уже очень много людей, которые именно интересуются внутренним туризмом. То есть, открывая что-то новое у себя, даже в самом городе Семии у нас очень много культурных проектов, которые мы можем проводить и делаем их то, что заинтересовывает людей. Они даже удивляются, некоторые люди, неужели у нас это есть в городе». Напомню, что в начале года при городском отделе физической культуры и спорта был создан сектор по развитию внутреннего туризма. Сейчас специалисты разрабатывают проекты по привлечению в наш регион иностранных туристов. Известно, что в 2018 году Семей посетили свыше 7,5 тысяч туристов. Из них около 700 человек – это иностранные граждане. Поход Гульказец, Ернур Калелов, Телеканал Семей. В Семее продолжаются мероприятия в рамках арт-фестиваля «Рухты ШГС». Напомним, что он посвящен двухлетию программной статьи «Ельбасы. Взгляд в будущее модернизации общественного сознания». Фестиваль открыла церемония возложения цветов к памятнику Абаю Кунанбаеву. Далее молодежь города встретилась с одним из победителей национального проекта «100 новых лиц Казахстана» Сериком Нуркеновым. Также состоялся прием молодых семей в общественном фонде «Центр семьи». В семье состоялась встреча учащейся молодежи с земляком Сериком Нуркеновым, специально прибывшим в город в рамках арт-фестиваля «Рухты ШГС». Серик Нуркенов – выпускник программы «Булашах», победитель национального проекта «100 новых лиц Казахстана». Окончив семейский вуз по физико-математическому направлению, он продолжил обучение в магистратуре и аспирантуре уже в столице. Занимаясь научными исследованиями в области физики ядерной медицины, сегодня Серик Нуркенов делится с семичанами своими научными работами по развитию ядерных технологий в Казахстане. В ходе встречи Серик делится опытом, своими научными достижениями, рассказывает молодежи, как используются научные разработки в медицине. Встреча очень полезная и интересная для молодежи, я думаю. Научная работа Серика Нуркенова направлена на выявление и лечение ряда заболеваний, включая раннее выявление рака, с помощью позитронно-эмиссионной томографии. В ходе беседы с молодежью Серик Нуркенов не скрывал радости от своего приезда в родной семей. Я очень рад тому, что сегодня меня пригласили на это важное событие, мероприятие, так как хотел бы поделиться с исследованиями, которыми я занимаюсь на протяжении 15 лет, поделиться со студентами, с активной молодежью нашего города. И вообще я считаю, что нам очень сильно повезло в том плане, что вот в этот период, период независимости, мы стали более свободно развиваться. То есть это новые технологии, обучение за пределами страны. И сейчас мы видим эти плоды, когда каждый из нас на своем месте работает, внедряет технологии определенные и старается быть полезным, полезным быть себе, государству и обществу нашему. Не остался в стороне от участия в арт-фестивале Рухтышевс и общественный фонд «Центр семьи». Представители фонда организовали прием молодых семей, в ходе которого была оказана правовая и психологическая помощь 15 семьям. Отметим, что фонд сегодня оказывает поддержку многодетным и малобеспеченным семьям, лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, пострадавшим от бытового насилия. Для этих целей при фонде функционирует кризисный центр. Через этот кризисный центр у нас в 2017 году прошло 50 семей с ребятишками, прошлый год 53 семьи, где они прошли полную реабилитацию решением всех своих проблем. Большинство мы воссоединили семьи, работали с агрессором, это было для семей, подвергшихся бытовому насилию. Где-то, знаете, примирили, где-то наоборот постарались решить вопросы, чтобы далее он не подходил. В плане многодетных семей, опять же, у нас на бесплатной основе оказывается помощь психолога, юриста, социального работника и по общим вопросам, ну, допустим, по консультации по вопросам жилья, пособий, алиментов. Юрист, опять же, если матери-одиночники, которые не зафиксированы отцовство, либо же не установили алименты, наш юрист сопровождает такие семьи, добивается именно выплат, также помогает вставать на очереди. Все 15 семей, пришедших на прием, получили консультации по всем интересующим их вопросам. По словам представителей фонда, такая работа проводится здесь на постоянной основе. Сауля Байгалиева, Анастасия Рисцова, Ельжан Макзумов, телеканал «Семей». Ару Арман. По таким названиям в «Семее» прошел творческий вечер певицы, композитора, отличника сферы культуры Республики Казахстан, почетного гражданина Тарбогатайского района Гульданы Ногайбаевой. В ходе концерта она исполнила как народные, так и эстрадные песни. Также певица представила свои собственные произведения. Гульдана Ногайбаева – уроженка бывшего Ахсуатского района. Сегодня она является яркой солисткой государственной филармонии имени Амри Хашубаева. Певица в очередной раз порадовала семью Чан своим творчеством. Здесь исполняются песни разных жанров – кьюи. В программе есть мои собственные песни. Кроме того, перед зрителями на большой сцене выступают и показывают свое мастерство оркестр имени Бибигуль, фольклорный ансамбль регионального командования ШХС, солисты и танцоры. Гульдана Ногайбаева является победительницей многих республиканских и международных конкурсов. В том числе, международного конкурса певцов имени Шамши Алдаякова является лауреатом международного фестиваля Шабыт, победительницей республиканских конкурсов имени Естая, Эскендира, Хасаналиева и других. По словам мамы певицы, на становление творческой личности Гульданы повлияло воспитание в творческой семье. Сегодня замечательный вечер. Это не первый концерт. До этого проводилось много концертов по всему Казахстану. Я рада, что моя дочь известна и любима народом. Она еще с четырех лет увлеклась творчеством, потому что вся наша семья творческая. Гульдана Ногайбаева – одна из тех, кто совмещает эстрадное исполнение и традиционное песенное искусство на Дамбре. В репертуаре певицы – произведения народных и современных композиторов. Стоит отметить, что Гульдана продолжает дело своего отца – известного композитора, кюши, дирижера Рахмбеха Ногайбаева. В ходе вечера певица исполнила такие песни, как Акбукен, Хазахжастара, Кызгумыр, а также Кюе, Акиге Саганыш и Кюй Бейбетшлик, которые она сочинила еще в первом классе. Гульдана Ногайбаева – талантливая певица, известная не только в области, но и во всей республике. На сегодняшний концерт мы пришли всей семьей, потому что мы поклонники ее творчества, ее голоса. Мы с удовольствием ее слушаем, наслаждаемся ее песнями. В ходе творческого вечера впервые на сцене выступили и сыновья Гульданы Ногайбаевой – Арман и Али Нур. Они исполнили песни «Она» и «Беле». Я желаю своей маме удачи, всегда успешных выступлений. Я тоже пошел по стопам своей мамы и выбрал творчество. Хочу в будущем набраться такого же мастерства – быть творческой личностью. Гульдана Ногайбаева в разные годы выступала не только в Казахстане, но и за его пределами – в Турции, Китае, Монголии, России. В ходе творческого вечера певица была награждена благодарственным письмом Акима города Ермака Салимова. Саулия Байгалиева, Маржан Нурушева, Ильяс Сабит, телеканал «Семей». Наши новости вы также можете посмотреть на сайте семей.tv.kz и в приложении «Казахстан.tv», бесплатно скачав его в Play Market и App Store. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго, до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин